Какие ошибки допускаются при записи онлайн-курсов и как создать интересный образовательный проект? На эти другие темы говорили в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Рассуждали о современных методах в области электронного обучения и о том, как их реализовывать в Казанском университете. Слушателями стали профессора и преподаватели КФУ, а также сотрудники Лабожского и Набережной Челнинского филиалов Казанского университета, которые наблюдали дистанционно. Плюсов онлайн-обучения, конечно, много. Это доступность, возможность обучаться в удобное время и в любом месте. В Казанском федеральном университете уже активно применяют технологию электронного обучения. В университете у нас закуплено необходимое оборудование, создана лаборатория, записи онлайн-курсов. Для реализации необходимы усилия всех сторон, и со стороны управленческого персонала, который осуществляет администрирование и менеджмент этого процесса грамотно, и со стороны преподавательского состава, который должен эффективно, разумно и интересно разобрать интересные курсы, которые будут востребованы со стороны студентов и со стороны более широкой общественности. Возникает также и множество сложностей в обучении на расстоянии. Например, как донести необходимый материал до ученика. Ведь дистанционно практически невозможно узнать, прослушал ли учащийся лекцию полностью, перемотал запись или вовсе ее не открывал. На семинаре много говорилось о качестве видеоконтента. Видеоматериал нужно резать на куски. Из видеоматериала нужно убирать вступление, убирать логотипы, желательно, либо оставлять минимально секунду-две. Таким образом, пользователь моментально получает тот контент, который он увидел. Длинное видео, никто его не будет смотреть, что качество материала, не должно быть длинной заставки, потому что пользователю нужен материал сходу. Записывая обучающий видеоматериал, необходимо его именно рассказывать, а не читать. Курс нужно составлять из видео, слайдов и тестирования, а интерфейс должен быть ярким и удобным. Я захожу в систему, которая выглядит крайне некрасиво, она уже неприветлива. Она выглядит старо, потому что мы все понимаем, ходим с новыми гаджетами, у нас все красивенько, прекрасные, классные приложения. Мы же не хотим пользоваться некрасивыми приложениями. Представьте, если все у вас было черно-белое и непонятно куда тыкать. Имеет значение и длительность видео. Чем дольше оно уйдет, тем меньше вероятность, что его досмотрят до конца. Основная конкуренция у онлайн-обучения не между вузами, а между вузами и котиками на ютубе. Почему блогеры набирают большое количество просмотров? Они находятся на одной волне с аудиторией. Нужно, чтобы образовательные онлайн-курсы были понятны и доступны каждому. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. 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 Универньюз.